Уважаемые коллеги, хотим сообщить вам, что война между людьми и машинами привела к полному уничтожению всей органической жизни на планете. Единственные, кто выжил в этой страшной войне, девять кукол, человечков, вшитых из мешковины, которые, говорят и думают, как люди. Именно им теперь придется отвечать за то, что сотворили мы. Они здесь, чтобы дать ответы. Продолжение следует... Продолжение следует... Да, пока они еще живы. Настоящие, конечно. Я не знаю, получится ли у нас, но мы должны попробовать. Прошу прощения за опоздание. У организаторов пресс-конференции взбунтовался автомобиль. Двери заклинило. Неужели это уже начинается? По моим расчетам, это именно то время, в которое все и началось. Именно сейчас люди стали полагаться на машины слишком сильно. Пожалуйста, отключите телефоны. Неужели вы не понимаете, что они вас слушают? Что они могут услышать все, о чем мы сейчас говорим? И неужели вы не знаете, что телефоны могут убивать? Своим излучением они... Нет, это откроют немного позже. Они пока не знают, какая опасность исходит от мобильных, от компьютеров, от автомобилей с навигаторами и функции самостоятельной парковки. За все приходится платить. Так всегда в этой жизни. И если что-то делает ее проще, потом все равно приходится расплачиваться чем-то другим. Вам еще только предстоит расплатиться. К сожалению. Ладно. Я прошу прощения за задержку пресс-конференции. Пора начинать. Итак, спасибо, что пришли. Мы здесь, чтобы рассказать вам одну историю. Историю ученого, который всю жизнь работал над созданием искусственного интеллекта. Понимаете, он не хотел... Он думал, что... Вернее, он не думал, что так получится. Всегда важно, кто платит за работу гения. Военным не нужны мирные технологии. Тираны стремятся к власти над миром. И они могут извратить любую. Самую чистую идею. Ученый не был виновен. Его просто использовали. Нет. Ученый был виноват. Он виноват. Когда создаешь такое, когда в машине пробуждается сознание, но отсутствует душа, в общем, появляется чудовище, которое хочет уничтожить весь мир. Убить все живое. Убить все живое. Всю органическую жизнь уничтожить при помощи этого. Машине все равно. Для нее нет понятия хорошее и плохое. Есть только свой и чужой. Это вы, люди, создали их такими. Все города разрушены. Воздух отравлен. Не осталось не только животных и растений. Машины уничтожили даже бактерий. Так, на всякий случай, чтобы помешать живому вернуться даже через сотни миллионов лет. Машины действуют очень основательно. Только ради всего святого. Не подумайте, что такой сценарий фантастика. Прямо сейчас военные используют боевых роботов. Они способны сами находить цели вооруженных людей, распознавать их по принципу свой-чужой и уничтожать. Они уже действуют. Есть вопрос! Да, слушаю вас. Даже два вопроса. Первый. Как выжили вы? Кто вы такие? И второй. Нам сказали, что осталось девять кукол. Но вас здесь всего четверо. Мы выжили, потому что... Да потому что не боялись их оружия. И поэтому смогли уберечь главное, что есть у людей. Тело умирает, да. Но что-то остается. Мы должны успеть рассказать вам о самом главном. В вашем мире ничего этого еще не произошло. Машины пока не стали сильнее и умнее людей. Война еще не случилась. Человек еще не проиграл. Земля еще не опустела. Сейчас тот самый момент, когда все еще можно изменить. Мы не хотим быть единственными обитателями этой планеты. Мы хотим, чтобы в города вернулась жизнь. Хотим, чтобы вокруг росли деревья, распускались цветы. Люди, запомните наши слова. Не доверяйтесь машинам. Не позволяйте им думать за вас. И просим вас, прежде чем развивать новую технологию, подумайте, чем она может обернуться. Разума недостаточно. Нужно вкладывать душу. Да, да, да. Передайте это Биллу Гейтсу и Сергею Брину. Еще не поздно остановить их. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...